Футбольный клуб «Луч Энергия» разошелся миром с Калининградской Балтикой. Приморцы на выезде снова не смогли одержать победу и принесли только второе очко за три последних матча. Хотя шансы у «Тигров» были неплохие, уже в первом тайме «Луч» имел несколько хороших моментов для взятия ворот, но всякий раз гостям что-то мешало. Балтийцы же действовали несколько скованно и редко угрожали воротам соперника. Выровнялись команды только после перерыва, но отличная игра обоих вратарей все же привела матч к нулям на табло. Игрой приморцы вполне остались довольны, но вот только футболисты вновь поведали СМИ о том, что финансовая ситуация в команде так и не поменялась. Тяжелое положение. В принципе, нам 16-й год закрыли по зарплатам только. Но 15-й, 16-й нам должны все премиальные, этот год тоже ни одной мы премиальные не получили. А так, сейчас нам должны еще две зарплаты, как бы январь и февраль, вот за этот год. Следующий матч «Луч Энергия» должен будет провести на своей площадке. 26 марта у приморцев намечена встреча с «Зенитом-2». Однако игра, как и матч с «Динамо», также может не состояться, ввиду неопределенности с домашним стадионом «Луча». А вот хоккею везет больше. Бюджет приморского клуба «Адмирал» в следующем сезоне составит свыше миллиарда рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Камил Гаджиев, который спокойно отметил, что именно такие суммы дают возможность играть нашим хоккеистам на хорошем уровне. Бюджет особенной корректировки не подлежит. Если появится возможность его увеличить, это добавит плюсов команде. Он достаточно стандартный, всегда составлял более миллиарда рублей. Есть ощущение, что это те цифры, которые позволяют играть в качественный хоккей. Напомню, что в прошлом сезоне бюджет «Адмирала» составил чуть менее миллиарда рублей. Тогда перед спортсменами ставили задачу выйти в плей-офф и дойти до второго раунда Кубка Гагарина. Моряки же справились только с первой задачей. Стоит отметить, что всего расходы краевого бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» на 2017 год предусмотрены в размере миллиарда 600 миллионов рублей. Баскетбольный клуб «Спартак Приморья» занял шестое место по итогам Суперлиги и вышел в плей-офф. Команда в последней игре регулярного чемпионата встречалась с Рязанью. В первой четверти «Спартак» более качественно отыграл в защите. Конторатаги у приморцев тоже шли на ура. Как итог, двухзначное преимущество хозяев уже к первому перерыву. 27-14. Гости в такой темп игры войти не смогли. И в следующих 20 минутках приморская команда только наращивала отставание. Завершили игру «Спартаковцы» довольно уверенно при счете 90-63. С шестого места в чемпионате приморцы попали в серию плей-офф, где сойдутся с Самарой, которая первая примет два матча у себя дома. 26 и 27 марта. Во Владивостоке же игры пройдут 30 и, если потребуется, 31 числа. Напомню, что встречи этих соперников будут идти до трех побед. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова